Симоньян. Симоньян как явление. То, что Мария Симоньян, человек очень талантливый. Маргарита. А я что сказал? Вы сказали Мария. Мария, это я про Абрамовича подумал. Нет уж, фигушки. Не добьется Симоньян такого комплимента от меня. Да, Маргарита Симоньян, человек очень талантливый, очень мерзкий. Это не исключение из правил, это укладывается в мои представления о прекрасном, с позиции которого я сужу мир. Но она внесла в пропаганду новый эстетический элемент, который не удалось внести Дмитрию Кисельнову. Ну, Дим вообще не очень умный человек, он был очень честный, очень трудоспособный, я с ним очень давно знаком. Но умом он никогда не блистал. Собственно говоря, я муж Симоньян глупее своей жены в этом смысле. Симоньян вот что внесла. Она внесла новую подлую проникновенность. Подлая проникновенность, ну вот тот пример, который любые проводят, если не дай бог что-нибудь с Навальным случится в тюрьме, она не будет прыгать, как Соловьев, да, над поверженным Навальным. Ни в коем случае. Она, наоборот, скажет, Леша, какой талантливый человек, бесстрашный, умный, молодой, красивый. Жену оставил прекрасную двоих детей. Ну, конечно, ни Шаламов и ни Солженицын. Все-то сумели и не через такие срока пройти. А вот Леша, да, слабоват, оказался, не выдержал. Вот это вот трюк, это трюк Симоньян. Это новая задушевность, такая расползающаяся подловатость. То есть не просто закрыть эх Москвы, не просто объявить там половину всех иноагентами нежелательными и так далее. А нужно еще и бренд отдать Симоньяновскому спойму. То есть Симоньян по большому, хотя тоже, я сказал, Симоньян открыла новая. Нет, это тип редкий, но он встречался после революции, когда Смолянка, выпускница Смольного института благородных девиц. Правильно, кстати, они называются Смолянки, как жительница Смоленска, а не Смольнянки, что вообще-то по правилам русского языка. Вот когда она шла по рукам, и не как там Лариса Рейснер, которая там все-таки с комиссарами исключительно спала, а вот шла там по матросне. И вот она, когда отдавалась матросам, она по-французски вскрикивала и веером обмахивалась. Вот знаете, вот это вот, не просто отдаться, не просто упасть в грязь. И вот Симоньян, когда забирает бренд Эхо, это вот и плюс анкор. Ну, то есть, я понимаю, что туда поезда, в Симоньянский туннель со свистом идеологические проходят. Но вот нужно вот это, нужно обмахнуться веером. То есть, нужно, это не просто, это не просто, у Киселева такая топорная подлость, у Соловьева довольно топорная подлость, рассчитанная на примитивных людей. А здесь на своих, с подмигиванием. Был бы не диктов, а будет спутник. А частоты остались. Да еще проникновенно скажут, ну так что ж, не нужно было закона нарушать. У вас ведь либералов закон на первом месте. Вот это новая проникновенность этой старой Миледи. О, кстати, персонаж трех мушкетеров, Миледи, она вот абсолютно вот из этого числа. Почему она, кстати, очень многим симпатична. Мне, например, Симоньян, вот это удивительно совершенно. Я понимаю, что, как это сказать, творение в женском роде, конченное Симоньян. Но порой у меня вот это умение обмахиваться веером и бредить по-французски, и совершая при полном рассудке выверенные идеологические фрикции, оно, конечно, оно порой меня завораживает. Да, Дмитрий, вы сейчас начали ее воспроизводить и прямо, знаете, выключить захотелось, вот честно, потому что я ее прямо услышал и увидел. Ну что поделаешь, люблю я порой влезать в шкуры других людей, а уж как эстетику чужую люблю примерять на себя. А не правда ли, Дима Киселев, не правда ли, живы ли еще твои лошади, сырок и носок? Полагаю, что уже нет. Привет волшебскому дому, новой жене, седьмой или шестой, не помню. Ну ладно, извините, Марк, тут я немножечко не удержался. Ну вот это, кстати, это шлейф Симонян. То, что Симонян, подлость Симонян, эстетизированная подлость Симонян настолько порой завораживает, что ты невольно попадаешь в сферу этого тварского обаяния. Симонян. 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 Симонян.